Смотрите, есть книжка Хинчина Александра Яковлевича. Это один из лучших лекторов Московского Мирстена. Между прочим, в высшей степени рекомендую его книжку по математическому анализу «8 лекций по математическому анализу». Она в высшей степени длинно написана, то есть 8 лекций, но он там успевает очень немного сделать. Но зато до чего понятно. Вот просто абсолютное удовольствие вы получите от чтения его книжки «8 лекций по математическому анализу», потому что вы там поймете все, и поверьте, вы потратите меньше времени, прочитав эту довольно толстенькую книжку, потому что вы ее можете прочитать ровно в таком же темпе, как читается художественная литература. Ну один вечер, и все, и все 8 лекций вы прочитали. Поверьте, что у многих других лекторов вы в 3 раза более тоньше книжку будете читать целый месяц и так ничего не поймете. Так вот, смотрите, а здесь тоненькая-тоненькая, называется «Три жемчужины теории чисел». Из чего стоит эта книжка? Первая половина – это первые две жемчужины, вторая половина – это третья жемчужина. Но третья жемчужина здесь такая, что она мне больше напоминает скорее «Золотой булыжник». Это очень трудное доказательство. А вот первые две действительно жемчужины. Давайте несколько слов из предисловий. Автор книжки – Александр Ярчевич Кинчин, «Письмо на фронт». Эта книжка сделана в виде такого послания к людям, которых война оторвала от учебных и школьных занятий. В арифметике этой самой древней, но вечно юной ветви математики. От времени до времени встают замечательные и своеобразные задачи. По своему содержанию, а не так элементарно, что их может понять каждый школьник, речь обычно идет о доказательстве какого-нибудь очень простого закона, который во всех проверенных частных случаях оказывается верным и требуется установить, что он действительно верен всегда. И вот, несмотря на всю кажущуюся простоту задачи, решение ее годами, а подчас и столетиями не поддается усилиям самых крупных ученых. Так вот, теорема Вандервардена об арифметических прогрессиях. Кинчин рассказывает, что он узнал об этой задаче в 1928 году, что решил ее Вандерварден. Кстати, вы знаете эту фамилию вообще? Что это за человек? Это совершенно замечательный немецкий математик. Автор великой книги «Алгебра». Это такой толсткий учебник, который содержит в себе в общем лучшие достижения алгебры 19 и начала 20 века, абсолютно классический учебник. Задача. Пусть множество всех натуральных чисел, каким угодно способом разбито на две части, например, числа черные и нечерные, или простые, несоставные, или еще кто-нибудь способом. Можно ли утверждать, что в одной из этих двух частей найдется сколь угодно длинная арифметическая прогрессия? Так, давайте я уже буду объяснять ситуацию. Что такое арифметическая прогрессия? Это ряд чисел, где каждое следующее на одну и ту же величину отличается от предыдущей. Арифметическая прогрессия. Разумеется, нужно, чтобы число было бы не нулевым, скажем, возрастающая арифметическая прогрессия, если д больше нулевым. О чем идет речь в этой самой нашей первой задаче, в первой из трех жемчужинных личностей? Если мы взяли весь натуральный ряд, раскрасили в несколько красок, ну, например, двумя цветами, то всегда ли можно утверждать, что найдется, скажем, арифметическая прогрессия из 2013 чисел? Или же можно так раскрасить, что не будет ни одной арифметической длинной прогрессии? На самом деле, если вы начнете думать, то вы поймете, что, скорее всего, всегда нужно. Потому что, понимаете, попытка убежать от одной прогрессии упирается в то, что вы при этом какую-то другую, другая прогрессия. Но, с другой стороны, это же нужно как-то строго доказать. Так вот, в интервале немецкой математике это сумел доказать. У Хинчена, правда, чуть-чуть другое доказательство, чем у него. И, соответственно, я вам его и расскажу. Доказательство Лукомской, которое я сейчас буду рассказывать. Сначала нужно вам объяснить одну песню. «Если песню забивает молодежь, 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 эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь». Фестиваль молодежи студентов, и к нему была написана очень задорная песня о том, что всех не перебьете. Понятно, да? Что там можно одних посадить в тюрьму, других посадить в тюрьму, но рано или поздно молодежь, если честно, молодежь ровно для того и молодежь. Люди все время рождаются новые, что если одних посадили, других посадили, третьих посадили, то все равно кто-то новый от них и все-таки это дело сделает. Так вот, как ни странно, в математике есть одно такое рассуждение, которое действительно проходит ровно этим способом. что всех не перевешиваете, всех не перебьете. Идея вот такая. Оказывается, необязательно красить весь натуральный ряд. Оказывается, можно ограничиться некоторым достаточно длинным куском и уже, если этот кусок покрасили, то уже ахимедическая прогрессия длины 2013 найдется. Так, давайте я напишу про теорию, которую мы сегодня будем доказывать и объясню, почему на самом деле именно эту теорему надо доказывать. Теорема. Для любого количества цветов давайте количество цветов я буду обозначать как. и для любой длины n существует такое число f что при любом раскраске первых f натуральных чисел в k цветов найдется одноцветная архитетическая архитетическая прогрессия архитетическая прогрессия длины n повторяю. Для любого количества цветов и для любого числа n существует такое число f что при любой раскраске первых f натуральных чисел в k цветов найдется арифметическая прогрессия все члены которых одного и того же цвета и которая состоит ровно из n чисел все все поняли скажите пожалуйста а почему это я крашу не весь натуральный яд а я говорю что ограничусь только первым его кусочком из каких то там f чисел казалось бы натуральный яд бесконечный его красить проще оказывается что эти две задачи это на самом деле строго объясняю почему вот представьте себе что такого числа f нет что это будет реально значить что вы берете кусок из любой кусок любой длины кусок из f чисел и вы его сумели образить таким образом что всего не больше чем k цветов но при этом там нет ни одной эрфематической прогрессии понятная идея замечательно смотрите что я сделаю я просто в качестве f по очереди возьму все направленные числа в качестве f я беру единицу двойку тройку и что у меня тогда будет у меня будет одно число но его не удалено покрасить чтобы там не было немножко 2 числа как-то выкрашено 3 числа выкрашены и так далее и так далее и так далее и все время все длиннее 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 участок направленного ряда и каждый раз он так выкрашен не больше чем в k цветов что там нет одноцветной профессии понятно а вот дальше запеваем нашу песню помните да всех не перебьешь такая великая песня великая песня всех не перебьешь вы понимаете что вот здесь бесконечно много мы же для каждого правильного числа f взяли значит на первом месте у нас бесконечно много вариантов а цветов у нас сколько кашту конечное число значит одного из этих цветов обязательно будет бесконечно много согласны отлично оставляем только те строчки где тот самый цвет который бесконечно много раз повторялся все остальные строчки просто убираем и у нас осталось бесконечно много строчек и теперь на первом месте всегда один и тот же цвет согласны отлично после этого смотрим на второе место у нас же там тоже бесконечно много вариантов Потому что у нас всех же не перебили, у нас осталось бесконечно много вариантов. Цветов у нас по-прежнему не больше, чем К. Значит, какой-то цвет повторялся бесконечно много раз. Все остальные выбросили. Осталось все равно бесконечно много вариантов. И уже на втором месте постоянный цвет. А потом точно так же у нас постоянный цвет будет. Понимаете, да? И так мы будем делать до бесконечности. И в результате мы получим раскраску всего натурального ряда, в которой нет ни одной одноцветной прогрессии длины. Поняли? Значит, что натуральный открасить, что начальный кусок доказывает, что при некоторой длине начального куска обязательно найдется. Это на самом деле одно и то же. Значит, будем доказывать в таком месте. Теперь чуть-чуть надо посмотреть начальные числа. То есть, господа, представьте себе, что нас интересует альфметическая прогрессия длины 1. Потому что цветов, произвольное количество, а альфметическая прогрессия длины 1. Вы понимаете, что достаточно взять одно число? Как бы оно ни было покрашено, оно само с собой одного цвета. Правильно? Значит, в случае n равно 1 проблем никаких. В качестве f можно взять 1. А если у меня прогрессия длины 2? Мне интересно прогрессия длины 2. Что тогда? Сколько надо взять чисел? Сколько? Сколько чисел надо взять, чтобы, если ищешь альфметическую прогрессию длины 2? Компроизводитель. Компроизводитель. Так называемые практики. Если количество объектов больше, чем количество цветов, то обязательно найдутся два объекта одного цвета. Правильно? Если у нас, скажем, три человека и двухкомнатная квартира, то какие-то два человека обязательно будут в одной комнате. Что это? Принцип «дерекле»? Я и говорю. Уговоря? Принцип «дерекле». Отлично. А вот для трех уже тяжело. На самом деле, даже вычисление этого числа – это уже серьезная работа. Это уже трудно. Поэтому я не буду в точности вычислять эту личину. Да и я не могу, если честно это делать. Я только докажу, что она осуществует. Доказательство будет такое. Я сумею объяснить, что эта теорема верна для n плюс 1, если она верна для n. То есть, посмотрите, какая идея. Вот я здесь для любого k и для n равного 1 имею форму. Для любого k и для n равного 2 у меня такая форма. Так вот, я сейчас научусь делать следующую вещь. Если число вот такое существует для некоторого n и для любого k, то я сумею доказать, что такое же утверждение, что будет существовать число. Для числа n плюс 1 – это то же самое для любого k. Поняли идея? То есть, я сейчас докажу такую теорему. Если для любого количества цветов и для некоторого конкретного n существует такое f, то и для n плюс 1 при любом количестве цветов тоже будет существовать. Все понятно? Все. Конструкция будет, ребята, довольно сложная. Но никак. Она очень естественная и простая, когда ее поймешь. То есть, на самом деле, она вполне себе естественная. Но при первом знакомстве она, конечно, вызывает некоторые проблемы. Давайте сделаем так. Считается, что все теоремы минусы. Займемся гектарной конструкцией. То есть, индукция – переход от n к n плюс 1. Здесь карль боя, здесь карль боя, здесь карль боя. То есть, конструкция у меня будет такая. Когда я ее завершу, то ровно в этот момент она у меня, что называется, приобретет смысл. А до этого она будет такая немножко условная. Давайте я нарисую. Вот представьте себе, что у меня есть отрезок, который состоит из отдельных кусочков. Скажем, как будто из шести одинаковых кусочков. Поняли, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть абсолютно одинаковых кусочков. Давайте длину… Да-да, так, я рисую отрезок, но имею в виду, что это как натуральные числа. Там, от одного. Ну, нет, типичная ситуация. От одного до десяти, от одиннадцати до двадцати, от двадцати одного. Понимаете, да? Шесть кусков, в каждом по десять натуральных чисел. Ну, что это такое? Так вот, я сейчас введу такие обозначения. Я длину всего этого отрезка обозначу… Длина… Это… Вангристи Лэнкс? Все, отлично. Пусть эта самая длина у меня будет называться L нулевое. Вот. Отрезок, состоящий из L нулевой чисел. И L нулевое будет вычисляться по следующей простой формуле. Это будет некоторое количество отрезков. В каждом некоторое известное количество чисел. Отлично. Да, еще. Я сделаю, чтобы количество чисел было четное, поэтому я здесь не шумфую. Зачем это? Вы чуть-чуть потом поймете. Итак, в каждом из этих отрезков количество чисел у меня будет называться L первое. Итак, L первое, L первое, L первое. В каждом из отрезков количество чисел – это L первое. А вот сколько их я уже напишу. Это F от K в степени L первое, запятая N. Л первое. Господа, сейчас пора уже немножко нам поговорить, подумать и понять, о чем вообще разговор. Смотрите. Что такое K в степени L1? Дело в том, что это для сегодняшнего дня абсолютно принципиальная идея. Если вы это не поймете, дальше бессмысленно слушайте. Вот если у нас есть два числа, у первого какое-то количество K раскрасок и у второго тоже K раскрасок. Понимаете, что если этот K способом можно покрасить, а этот K способом, то пару чисел можно покрасить. А если у вас есть три числа, каждое из которых окрашено в один из K цветов? K вариантов, K вариантов, K вариантов. Сколько всего? Сколько? K в куле. Откуда здесь возникло число K в степени L1? Это количество всевозможных раскрасок отрезка, состоящего из L1 чисел. Понятно? Количество способов покрасить кусок длины L1. Все понятно? Количество способов покрасить кусок длины L1. Теперь вопрос. Что такое F от K в степени L1N? Помните, что такое F? Гарантирует наличие арифметической прогрессии длины N. Так? Вы правда скажете, что непонятно, у нас же арифметическая прогрессия должна быть без чисел, а здесь какие-то отрезки. А я на это отвечу очень просто. Ребята, а кто решает у каждого отрезка взять его самую левую точку? Кстати, пока меня интересует даже левая половина этой конструкции. У каждого отрезка взять его самую левую точку. И дальше, внимание, цветом этой точки назвать выписанные через запятую цвета ее, следующее за ней, следующее за ней, так всего или один цветов. Вы скажете, что это будет какой-то сложный цвет, а не просто цвет. А я отвечу. В нашей реальной жизни, когда вы смотрите фильм по телевизору, вам показывают чаще всего что? Э, 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 Э. Помните? Ред, Брэй, Блог. Три цвета. Вы понимаете, что каждая точечка состоит из трех цветов. Ну, здесь будет немножко побольше, здесь будет и опека. Но тем не менее, вот для этой точки цветом назовем выписанные через запятую цвета ее из следующих всего или один точек. Все понятно? Так вот, это есть такой хитрый цвет. Вариантов таких К в степени или один штук, значит, получается, что для каждой из этих вот точек, так сказать, вариантов всего К в степени или один, ну, чего нам может быть окажется, она и ее соседи. Но мы же предположили, что такая функция существует для любого количества цветов. Значит, и для такого тоже. Соответственно, у нас получается, что для нашего n найдется арифметическая прогрессия длины n на 2, понимаете? Причем обратите внимание, при любой величине l1. Ну, теперь, конечно, вы удивитесь, а зачем я взял вторую половину? Ответ очень простой. Моя же мечта состоит в том, чтобы получить арифметическую прогрессию длины n плюс 1. Поэтому мне нужно, чтобы у меня была арифметическая прогрессия длины n, и она бы еще и продолжалась. Поэтому я сделаю так. Если у меня среди вот этих вот, и если у меня среди этих от этих вот нашлась арифметическая прогрессия, я напишу эту арифметическую прогрессию из отрезочков. Так, ребята, вот весь этот отрезок я обозначу дельта. Без всяких индексов, просто заглавная греческая буква дельта. А вот арифметическую прогрессию, которая благодаря смыслу этой буквы f найдется, я обозначу следующим образом. Дельта первая, дельта вторая, дельта n. Повторяю, это арифметическая прогрессия, ну, если формально говорить, то из чисел, а именно из левых концов каких-то этих отрезков, обладающая следующим свойством. Что отрезок дельта 1 окрашен точно так же, как отрезок дельта 2, как дельта 3 и как дельта n. Все понимают? Вот, давайте, разность этой прогрессии, то есть на сколько надо двигаться вправо, чтобы из дельта 1 получить дельта 2 и так далее, разность этой прогрессии давайте назовем df. Для чего я взял вторую половину отрезка? Я сейчас к этому еще добавляю отрезочек под названием дельта n плюс 1. Про его цвет я вообще ничего не знаю. Отрезок дельта n плюс 1 получается, сдвигом на d1 из отрезка dn, он точно лежит в пределах нашего большого отрезка. Потому что здесь была арифметическая прогрессия, мы здесь сдвинулись, но у нас вдруг эта длина рома такая, что мы не могли убежать далеко. То есть он находится еще в пределах всего отрезка дельта исходного, получается арифметическая прогрессия, но про его цвет, про то, как там устроена раскраска, мы не знаем ничего. А вот здесь цвет устроен так же, как здесь ровно, получается проливный перенос. И так же, как здесь, и так же, как здесь. Вот это все замечательно с цветами, а здесь про цвета ничего не знаем. Ситуация ясна? Ясна. Вот это был первый шаг нашей конструкции. Вот этих шагов мы будем делать много, и устроены они будут к следующему вопросу. Я беру отрезок дельта 1. Это отрезок длины L1. И пишу сейчас абсолютно естественную форму. Наверное, вы уже все догадались, что это будет такое. Помните, я обещал, что смысл числа L0, L1 и так далее будет известен только в конце конструкции? Так он и будет. Что такое L1? Опять, вот этот отрезок, который действует здесь. Это один из отрезок здесь. Отрезок применяем. Разрезок пополам, благодаря этому самому. Состоит из некоторого количества отрезочков. Каждый из них длины L2. Значит, количество способов раскраски будет каждой длины L2. Число такое у нас существует, по предположению двух. Это же для N и для любого количества существовало. Значит, на отрезке длины L1 можно обстроить ровно такую же конструкцию. Идею поняли? Так, как мы назовем разность прогрессии? D2. D2, конечно. Конечно, D2. Значит, у меня получится. Следующая замечательная конструкция. Дельта первая. Первая. Это внутри отрезка дельта 1 у меня будет антиметическая прогрессия длины N. И опять, как в предыдущий раз, я эту прогрессию продолжу на N плюс первые члены. Просто методом параллельного переноса. И разумеется, разность я обозначу буквой D2. Ну, D2, да? Ситуация повторяется какая. С цветами здесь все абсолютно не тяно. То есть, отрезать дельта 1-1 строго так же, как дельта 1-2 и так далее. Строго так же, как дельта 1-1. А последний отрезок. Получается правильным сдвигом. Но про его цвет мы не знаем ничего. Согласны? Все понятно? Ну, догадайтесь, какая форма будет дальше. F2 равно. Ой, да, извините. Разумеется, я могу вот F-конструкцию, которую я сделал внутри отрезка дельта 1. Без всяких изменений, просто правильных переносов на D1. Сделать ее внутри отрезка дельта 2. Перенести, перенести, перенести в дельта N и перенести в дельта N-1. И принцип очень простой. Пока индексы по величине не превосходят N, то мы знаем, что с цветом все в порядке. Как только один из индексов становится N плюс 1, все. Ничего не дает. Понятная идея? И вот так мы будем делать. Делать, 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 делать. До тех пор, пока у нас не возникнут числа, вернее не числа, а отрезки с большим количеством индексов. Не обязательно единиц, но на очередном шаге будут какие-то отрезки. В общем, ребята, мы построили такую конструкцию, отрезок, а после этого через запятую идут какие-то индексы. Каждый из них от единицы до N плюс единицы. Согласны? Вот. Ну, дальше интересный вопрос. Дальше интересный вопрос. Что же нам делать для того, чтобы получить альфметическую прогрессию? Длины N плюс 1. Ну, смотрите. Понимаете, что наша конструкция, по идее, может быть продолжена сколько бы ему далеко вниз, и поэтому количество индексов я могу сделать себе такое, как бы желаю. Хочу там два индекса, да, вот как я показал здесь. Хочу 3, хочу 4. Вот. Вот. Я хочу, чтобы количество этих самых индексов было бы такое, которое позволило бы мне применить принципы решения. Вы не помните сколько там было цветов? У нас. В исходной рассказке. В количестве цветов и совсем-совсем в исходной рассказке, да? Сколько что? А? К. К цветов. Что ж буду писать? Сколько индексов я должен дать? К плюс 1. А? Ну, типа, К плюс 1, К минус 1. Нет. Тут, смотрите, я же доказываю существование, поэтому, что называется, я могу там сказать, что, ну, хорошо, не будем мелочиться, возьмем не К плюс 1, а К плюс 2000. Это тоже нужно. Вот. Но, в данном случае, давайте так, давайте-ка мы действительно эту конструкцию проведем ровно, чтобы было К раз. Вот один раз провели конструкцию, появился один минус. Второй раз провели конструкцию, два минуса. Действительно, давайте-ка мы проведем нашу конструкцию ровно, как раз. После этого рассмотрим следующие замечательные числа. Господа, смотрите, это очень суподичное. Дельта с номером 1, 1, 1 и так далее 1. Здесь всего ровно К минусов. Следующее число. Дельта все единицы, а в конце Н плюс 1. Следующее. Все единицы, а в конце Н плюс 1 два раза. И так далее. Потом в начале единица, а потом все индексы, это Н плюс 1. И, наконец, самое последнее. Все индексы равны числу рядом с этим. Скажите мне, пожалуйста, сколько? Сколько чисел? Если здесь длина А, начиная с этих единиц, а потом постепенно Н плюс 1, начиная с этого края. К плюс 1 числа. Да? К плюс 1 число. Ну, а что мы сейчас делаем? По принципу. Что ж? Их. Дерехлее. Что по принципу Дерехлее? Среди этих чисел найдутся что? Два одинакового цвета. Отлично. А вот давайте-ка я эти какие-то там два одинакового цвета. Я не знаю, какие, но я именно на них посмотрю. Все остальные мне уже совершенно не интересны. Более того, господа, мне вот это совершенно не интересно. Какие там были длинные. Это все уже прошлое, никого не интересующее. А интересно мне вот что. Нашлись два числа. Одно выглядит так. Это какое-то количество единиц. Потом еще какое-то количество единиц. А потом сколько-то там раз n плюс 1. Согласны? А другое число, которое ровно того же цвета, выглядит так. Какое-то количество единиц. Вот на этих местах везде написано n плюс 1. И дальше по-прежнему написано n плюс 1. Вот я прошу, поскольку до завершения осталось буквально чуть-чуть времени, я прошу вас внимательно посмотреть и понять, что это так. Значит, каждое число имеет вначале все единицы, потом все единицы n плюс 1, все единицы n плюс 1 плюс 1, в конце просто все n плюс 1. Если у нас есть два числа такого вида, то у них есть какое-то совпадающее начало, ну, пустое, и какое-то совпадающее конец. А в середине в одном есть единицы, а в другом есть все n плюс 1. Согласны? Так вот, они у нас по принципу деревья что? Одного цвета. Понятно? Ребята, я вам сейчас устрою альфметическую прогрессию длины n плюс 1. Выглядеть она будет очень просто. В начале все единицы всегда так и будет. В конце n плюс 1 всегда так и будет. А вот здесь будут двойки. А вот здесь будет что? Числа n. Итак, все единицы, единицы и двойки, единицы и тройки, единицы и четверки, единицы и n, единицы и n плюс 1. Все понимают, что чисел здесь ровно n плюс 1. Так, теперь давайте выяснять, почему они все одного цвета? Ответ очевиден. Вот почему эти два одного цвета? Потому что, когда вы рассматривали, пока у вас индексов пока не было, то у вас, смотрите, у вас здесь числа от 1 до n, и здесь тоже все числа от 1 до n. Правильно? А когда у вас индексы не превосходили n, это означает, что конструкция проходила строго одинаково. Пока n плюс 1 не возникало, то мы говорили, что там в рассветке все хорошо. Правильно? Значит, если забыть про эти, то они строго одинаково устроены, эти два отрезка. Но дальше мы просто даем координаты внутри отрезка. Если внутри двух одинаковых отрезков одинаковому можно дать координаты, то мы получим, попадем в одно и то же число. Значит, эти два одного цвета. И ровно так же, и этот, и этот одного цвета. Потому что на первых вот этих вот местах у нас здесь индексы только от 1 до n. Значит, очевидным образом, у нас все цвета вот на первых n числах одинаковые, а последнее n плюс первое совпадает, потому что мы так специально выбрали по принципу ритм. Все? Понимаете, мне кажется, что нет? Вот. Ну и последнее. А почему это будет действительно альфметическая прогрессия? И какая у нее будет разность? Ответ очень простой. Чтобы поменять первый индекс на единичку, вы прибавляете d1. Чтобы второй индекс увеличить, прибавляете d2. Да? Замечательно. Давайте пусть вот этих вот чисел будет r штук, а вот этих вот чисел будет s штук. Тогда смотрите, что происходит при переходе от этого числа к этому. r плюс первый индекс увеличивается. Это значит добавляется d с индексом r плюс 1. d с индексом r плюс 1. r плюс второй индекс увеличивается. Это значит, надо сдвинуть на d, р плюс второе. r плюс третье индекс увеличивается и так далее. r плюс s, индекс увеличивается. Значит, разность этой прогрессии, это сумма, начиная с r плюс первой и до r плюс s разности. Все, теорема, как мы доказываем. Классика. Я не уверен, что сейчас все присутствующие поняли. Вернее, даже уверен, что они очень поняли. И сейчас ничего не поняли. Но есть простой спуск. Либо прямо по книжке Хинчена, либо та же самая статья, чуть-чуть короче, потому что я время все убрал, там храм-фронт, условия и так далее, оставил только математику. Но ровно то же самое. Ровно то же самое, что я сейчас рассказал по этой книжке в моей дисклопедии «Числа и фигуры». Надо просто почитать. В общем, ребята, я считаю, что я все рассказал. От вас осталось либо потом видеозапись этой лекции посмотреть, либо, что гораздо полезнее, просмотреть у консклопедии и у Хинчена. В общем, от вас осталось это понятие. Между прочим, те, кто это не сделают, очень много потеряют. Потому что сделать это, это, что называется, 5-10 минут потратить. А если не сделать, то все сегодняшнее занятие бесполезно, потому что вы это забудете. Понимаете, как бы недоделанная вещь, она, к сожалению, что называется, быстро забывается. Вопросы есть? Да, пожалуйста. То есть, конкретная формула для ровно есть? Нет. Тут ситуация такая. Функция f растет страшно быстро. Поймите, у меня же там было дельта, выражается через другое дельта при помощи функции возведения степени. Это чудо... Нет, а там еще возведение степени, там еще возведение степени. То есть, это такая вот конструкция, там степень, 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 степень. Она чудовищно большая. Разумеется, на самом деле функция f растет совсем не так страшно быстро. Но вот этот вот зазор между оценкой снизу и оценкой сверху, в этой задаче он не просто большой, а он просто мог убить. Понимаете, да? Поэтому ничего похожего на явную форму там нет. Вот, то есть, очевидно, что когда у вас, ну, там, n равно 2, да, n равно 1, то все понятно. Даже уже для тройки уже не возникнет. И так очень похожая ситуация в других, что называется, задачах амсеевского типа. То есть, когда вы приедете много цветов, очень часто оценка сверху отличается от оценки снизу, просто в чудовищных количествах. Ребята, если не поняли, это совершенно не стыдно, потому что конструкция вполне себе красивая, замечательная. И, ну, в общем, надо важно, но это вот один самый замечательный математик. Поэтому, что называется не стыдно, я могу сказать, что не понять. Просто лучше, если бы вы все потом дома ее реально поддумали, почитали. Все.